Его ждали, им гордились и хвастались. Приход в Украину крупнейшей авиакомпании лоукостера Ryanair, безусловно, должен был стать победой всей страны. Поскольку означал бы, что серьезные международные компании больше не боятся работать у нас. Ну а украинцы уже билеты раскупили на первый рейс, как вдруг Ryanair ушел. Свернул продажи и даже страну нашу со своего сайта убрал. И пояснил, мол, виной всему руководство аэропорта Борисполь. Не захотело договариваться. Так что же произошло на самом деле? Почему громкое появление закончилось еще более громким уходом, разбирался Дмитрий Волков. Небо над Украиной самолетами не избаловано. Если взглянуть на карту авиационных маршрутов, то нас просто огибают. Внутри над немногочисленными по сравнению с Европой рейсами доминирует отечественная авиакомпания МАУ, которая у заядлых авиатуристов особой популярностью не пользуется. Если билеты стоят выше среднего, как было всегда у МАУ, они предоставляют абсолютно убогий сервис. И это не касается бортпроводников даже там или пилотов. Это касается политики компании в целом. Небесным путешественникам, как и обычным стесненным в средствах пассажирам, не по карману услуги украинской авиации. Билеты с Киева в Одессу, например, стоят 3900 гривен. В то время как иностранные бюджетные авиаперевозчики на такое же расстояние продают билеты от 250 до максимум 1000 гривен. И кому необходимо лететь, вынужден прибегать к ухищрениям. Я езжу через Блаблакар до Польши, да, езжу, то есть, и уже из Польши, чаще всего из Варшавы, вылетаю уже, ну, самолетами Районер и таким образом путешествую по всему миру. И вот этот самый Районер заглянул в Украину. Мы начинаем работать с двумя аэропортами. Четыре новых направления из Киева, еще семь из Львова. Мы рассчитываем перевозить каждый год полмиллиона украинцев. То, что мы приходим в Украину, поможет создать более 380 рабочих мест. Этот радостный рапорт коммерческий директор Районер Дэвид Абрайан огласил еще в марте. Правительство Украины отчиталось перед гражданами об успешной подготовке к безвизу. Авиакомпания начала продажу билетов, путешественники начали паковать чемоданы. Но вдруг что-то пошло не так. Письмо от авиаперевозчиков взорвало украинское медиапространство. От имени украинских путешественников и потребителей мы сожалеем, что Киевский аэропорт показал, Украина еще не является достаточно зрелым или надежным местом для инвестиций в большие мощности самолета в Районер. Иными словами, роскоши летать задешево украинцы еще не заслужили, потому что далее уже привычный набор. Плохой инвестиционный климат, который все никак не станет лучше из-за коррупции. Соцсети взорвались негодованием, а премьер-министр заявил о серьезных намерениях в отношении виновных в срыве переговоров. Что на самом деле произошло и будем ли мы платить за перелеты адекватной оцены? Начнем с АЗОВ. Лоукост авиакомпания, которая предлагает крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг. Для бюджетного путешествия это реальный выход. Стоимость билетов начинается от 5 евро. Средняя цена 20-25 евро. Районер – самый крупный лоукостер в Европе. Районер, кстати, лично для меня входит в список тех компаний, которые не особо парятся по поводу пассажиров. У них есть целая куча подводных камней, таких же, как у многих лоукост-компаний, есть такое, которые рассчитаны на невнимательность пассажира и на его нерасторопность. То есть, например, у них мелким-мелким шрифтом написано под каждым билетом, что если вы самостоятельно не распечатали посадочный талон, вас ожидает штраф 60 евро или 70, я не помню. Я этот штраф однажды заплатил. Как и любая другая лоукост-компания, Районер экономит на всем, на чем только можно сэкономить. Никаких дополнительных услуг в виде бесплатных обедов, пледов, бесплатного багажа и прочего всего псевдобесплатного. Чистый перелет без глотка пресной воды. Кроме этого, лоукосты обычно получают какие-то дотации, то ли от локальных аэропортов, поэтому обычно это вторичный аэропорт, куда они летают, или они получают дотации от локальных властей. Это сенсационное обстоятельство, ожидавшее дешевой авиации, украинцы обсуждают давно. Действительно, в некоторых странах, всерьез заинтересованных в увеличении потока туристов, лоукостерам даже доплачивают за каждого перевезенного пассажира. Так сделал, к примеру, Израиль за доставку туристов на свой курорт Эйлад. В Украине такой вариант маловероятен, но установить низкие ставки сборов в аэропортах и тарифы на обслуживание вполне можно. Именно благодаря таким условиям дешевые перевозчики последние годы берут верх над классическими именитыми компаниями. Лоукост модель фактически победила все остальные модели авиационные в Европе на коротких перелетах. Все, что летает сейчас по Европе и выходит немного уже за пределы Европы, например, в Израиль, Марокко, Египет, Тунис, вылетает из Европы. Все это, в принципе, базируется на лоукост модели. Под новый подход к авиабизнесу пришлось перестраиваться и роскошной Люфтганзе, и бархатной Алыталия. Но в Украине, похоже, перестраиваться никто не торопится. В первую очередь, компании, которые летают отсюда, тоже МАУ и даже Визеир, потеряют пассажиров и вынуждены будут работать в условиях более жесткой конкуренции. И правительство именно в монополизме увидело причину отказа сотрудничать со страной крупнейшего европейского лоукост-перевозчика. На жаль, аэропорт Бориспель с самого начала, под впливом так званого национального перевозника, фактически блокировал будь-якие перемоги с компанией РНР. Не желаю конкуренции, не желаю розыску рынку, желаю зберегти свои монопольные становища, как и в аэропорту Бориспель. Директор государственного аэропорта Бориспель спокойно парирует выпады в свою сторону. Чтобы полетел лоукост-РНР на тех условиях, которые требуются, мы должны отказаться от дохода в размере 2 миллиардов гривен. В правительстве эти цифры, аргументированные расчетами согласно действующей финансовой модели аэропорта, не признают. Спекуляции про возможные втраты аэропорта Бориспель. Но в аэропорту утверждают, что требования РНР не только выглядят, нереальными, как, например, фигурировавшие в самом начале переговоров требования предоставления бесплатной земли под отель. Они, мол, противозаконны. Это вопрос, который нарушает нормы действующего антимонопольного законодательства. Речь идет о скидках, которые аэропорт не может дать без разрешения правительства. А правительство, за слов дирекции аэропорта, не спешит выносить дополнительное постановление на эту тему, но требует обеспечить приход ирландцев в Бориспель. У меня в основе есть только один. Нам нужна стратегия развития аэропорта Украины и развития авиации. Потому что, по великому рахунку, каждый сегодня аэропорт занимается самотушкой, вызначением своего места под солнцем. Споры между менеджментом аэропорта Бориспель и правительством продолжаются. Если бывший менеджер компании МАУ, которую связывают с Игорем Коломойским, а ныне директор государственного аэропорта Павел Рябикин защищает экономические расчеты, сделанные на базе старой и отечественной модели авиабизнеса, то Владимир Амелян ратует за другую стратегию. Мы уничтожим традиционные украинские монополии, которые не несут никакой доданной вартости для страны, а, наоборот, с повильной деятельностью и развитой. Какой продукт государства может быть только, имея свободную конкуренцию. Мы должны четко остановиться на этих постулатах. Кстати, о требованиях Ryanair. 7,5 долларов и ни цента больше. Такую ставку единого сбора за пассажира запросили ирландцы. Для сравнения, та же МАУ или Бритиш Эйрвейс платят втрое больше. И в глазах хозяев Борисполя это большие убытки, восполнить которые другими методами за счет той же аренды они не смогут. Аэропорт имеет неавиационные доходы в основном во всем мире от аренды площадей. В нашем случае аренда площадей – это прерогатива фонда государственного имущества. Огромный, экономный и принципиальный ирландец Ryanair смог зайти не во все аэропорты. Например, они со скандалом вышли из двух итальянских аэропортов, срывали переговоры в Германии и не смогли договориться с жулянами. Их жесткие переговорные оппозиции и желание выжить максимально возможные скидки порой вызывают отторжение. Общий принцип, о котором говорит Ryanair всем своим партнерам в части аэропорта, он очень простой. Мы вам привозим пассажира, вам это или в страну, или в аэропорт, а вы на нем себе зарабатываете, не на нас. Ryanair ушел, громко хлопнув дверью. Из-за конфликта интересов ирландцев с аэропортом Борисполь пострадал и Львовский аэропорт, который уже подписал контракт, и откуда в сентябре уже должны были разлететься самолеты в аэропорты Лондона, Эйнховена, Берлина, Вроцлава, Кракова, Будапешта и Меммингена. Но Ryanair не входит в отдельные аэропорты. Ryanair входит в страны. Или не входит, как это случилось с Украиной. Хотя, возможно, это еще не конец истории. Дмитрий Волков, Роман Куприянов, События недели.